МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это шоу героев. Игра полная адреналина и непредсказуемость. Настоящие герои никогда не сдаются. Сегодня на арене битва за право остаться в игре. Мустанги из Азербайджана и барсы из Узбекистана потерпели поражение в предыдущих сражениях. Но сегодня они полны решимости продолжить свой путь к победе. Необузданная воля или хищная грация? Что же победит сегодня? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приехали только ради победы. Наша основная тактика – уверенность в себе и правильные и точные действия на пути к цели. Главное – делать это тщательно до самого финиша на каждом этапе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барсы с возвращением на арену! АПЛОДИСМЕНТЫ Готовы ли вы сокрушить своих соперников? Они уже готовы ворваться в игру. Вольные мустанги! АПЛОДИСМЕНТЫ Героизм каждому человеку должно быть. Есть такая пословица – сила есть, ума не надо. Нет, и сила надо, и ума надо. Мы будем выигрывать. ГОВОРИТ НА АРЕНУ ГОВОРИТ НА АРЕНУ Красивые, улыбчивые, такие классные ребята! И снова добро пожаловать на арену! Вы готовы? ГОВОРИТ НА АРЕНУ ГОВОРИТ НА АРЕНУ ГОВОРИТ НА АРЕНУ Экстремальная полоса препятствий. Это невероятная проверка на выносливость и силу. Кто первым заберет элемент героя, тому и достанется победа. Количество собранных за всю игру элементов определит ход решающего сражения на башне. Удастся ли командам преодолеть силу притяжения? Ведь над водой удержаться очень нелегко. Скоро увидим. Полоса препятствий начинается с наклонных мачт, после преодоления которых участники должны пройти через воздушные соты, не сорвавшись вниз. Задача следующего этапа — пробраться через металлические клетки над водой. Завершающее испытание — преодоление гигантских спиннеров. У кого для этого хватит ловкости и силы рук, тот и принесет заветный элемент своей команде. Команды прямо сейчас сражаются за путевку в полуфинал. Но ты представляешь, Леш, какое напряжение сейчас испытывают соперники? Я даже боюсь представить, как танки зашкаливают. Каждому хочется отыграться, и ведь каждый уже пробовал себя в этом испытании. Они уже знают его на вкус, на прочность. На первом этапе будут участвовать Хуршит. Мы верим, что справятся этим. Удачи, Хуршит! Молодец! В этом этапе я поставил специально Фарид Сафролеева, потому что он очень ловкий и легкий. Я надеюсь, что он победит. Меня зовут Фарид Сафролеев, мне 14 лет. Я из города Баку. Я люблю Формулу-1, потому что там много экстрима. Я тоже люблю скорость. Часто принимал участие на турнирах по картингу. Я стараюсь быть лучше всех и в спорте, и в учебе. Пытаюсь выжить из себя полностью. Все силы, которые только могу. Когда я побеждаю, я больше чувствую адреналин, чем чувствую победы. То, что я смог, это у меня получилось. Я сразу понял, что скорее всего я смогу победить. Та надежда осталась только на меня. Смог же. Молодец. Как будто руки просто соскользнулись. Упал. Можно считать, что умер. Мне важно не подвести свою команду и не разочаровать свою семью. Победить в этом шоу или хотя бы занять второе место. Я учусь в Академическом лицее Министерства внутренних дел. Я хотел бы стать спасателем и помогать людям в чрезвычайных ситуациях. Я занимаюсь легкой атлетикой. Мне нравится данный вид спорта. Я не устал, но немного злюсь. Я потратил много сил на переходе к последним кольцам. Самое важное для меня – достижение цели. Идти только вперед. Мне всегда так это нравится, когда участники подходят, обнимаются. Как-то вот поддерживают друг друга. Ну, прям вот чувствуется, да, что шоу герои сближает. Многие участники отмечали, что в первую очередь они приехали сюда, в Беларусь, для того, чтобы завести новых друзей, посмотреть на нашу прекрасную страну. И, как мы видим, все у них получается. Осталось дело за малых. Завоевать путевку в полуфенал. Да, да, да. Ну, как минимум элемент первого изгибания. Перем-дем, он же. Говорю-говорю, но все равно переживай. Переживаешь. Так, начинается борьба, и мы узнаем совсем скоро, какая из команд воспользуется шансом на реванш и завоюет путевку в нашем сражении в полуфинал. Ты посмотри, как лихо начал. Ну, никак не лезь, пожалуйста. Опять неправильно руки держат. Вы что-то сейчас делаете? Как Хуршит круто справляется с этой дистанцией. Давай, 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 Хуршит. Давай, Харит. Вот Хариту как-то надо включаться. Держись. Нет. Давай, давай. Давай, Харит. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Есть. Вот так уже есть что-то. Лед. Все. Все. Есть. Какая сила в руках. А-а-а-а. Удержался. Молодец. Молодец. Он соперника подбадривает. Я теперь готова сказать варсы, знаешь, там не хищные варсы, а дружелюбные варсы. Ужди. Молодец. Давай, давай. Хор. Он соперник. Он соперник. Он мотивирует. Прямо сейчас Хуршит в роли тренера. Как-то вообще неспешно двигается Фарит, но он идет к своей цели. Молодец. Молодец. Умите. Узбеки дружелюбные люди. Давай. Давай. Еще молодцы. У него уже руки мокрые. Вай-вай. У него уже руки болят там. Ты посмотри, он ему даже подсказывает, как нужно ухватиться за этот злополучный спиннер. Е-е-е-е, сработало. Между прочим, два года. Разница в возрасте, ребят. И вот он уже как-то по-братски, да, как старший брат поддерживает участника из Азербайджана. Это тебе и Кристалл. Эй, что ты делаешь? Давай. Ой, дуя рука не взялся. Еще толкни, Задиша перевернулся. Толкни. Леша, все. Силы уходят. Это видно. О, молодец. Все его поздравьте, обнимите. Давай, бери. Все. Кристалл бери. И как красиво он забирает элемент этого испытания. Такой красивой победы, наверное, пока мы еще не видели. Мы будем очень стараться прославлять Узбекистан своими победами. Мы будем побеждать и дальше. Конечно же, у него мощи должно быть побольше, чем у меня. Самым сложным для меня было эти вот эти спиннеры. Я так и знал то, что я на середине застряну и не смогу дальше пройти. Барсы мустанки 1-0. Но это пока. Молодец, ты смог пройти. Да, самое главное, что ты смог пройти. Все, нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец. Парей, ты такой супер. Молодец. Где он? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Очень мягче. Я рада за вас. В самом деле рада. Спасибо. Ты молодец вообще. Команды уже готовы к битве за второй элемент. Для этого им понадобится стойкость и упорство. Кто сможет перетянуть победу на свою сторону? Мощные мустанги или хитрые барсы? Увидим в следующем испытании. Две горы! Находясь на платформах высотой 3,5 метра, участники должны перетянуть канат с закрепленным к нему грузом на свою сторону. Того, кто не удержит в руках удачу, ждет неминуемое падение. Победителя же – заветное место в команде. Барсы или мустанги? Кто же воспользуется шансом и завоюет путевку в полуфинал? Зухрудин, между прочим, занимается футболом. Так вот оно что. А я на танцы в детстве ходила. Надо было на футбол, чтобы такие ноги красивые иметь. Этот этап требует силы, поэтому я поставлю Зухрудина. Он у нас очень сильный парень. Он это справится. Удачи, Зухрудин! Давай, вперед! Мне кажется, вот верх у Ромалдана будет покрепче. А на Лёше неудивительно, потому что Ромалдан – бронзовый призер чемпионата Азербайджана по пожарно-спасательному спорту. В этом этапе, притягивая на канате, от нашей команды будет Ромалдан Ромалданов участвовать. Потому что он сильный и смелый. Меня зовут Зухрудин Халмуминов. Мне 17 лет. Я живу в горной местности. В горах и проходили мои тренировки. Мне нравится преодолевать все трудности и быть первым во всем. С детства я увлекаюсь футболом. И уже более шести лет занимаюсь футболом профессионально. Его ошибка была в том, что он приносил по пол ведра, а я полный. Это и дало мне преимущество. Сегодня у нашей команды хороший настрой. И мы надеемся, что вернемся на родину Узбекистан с победой. Я Ромалданов Ромалдан, мне 15 лет. Я вообще сам по национальности являюсь лезьгином, который проживает на территории Азербайджана. Я стараюсь быть похожим на отца, чтобы мной гордилась моя семья и особенности мамы с братом. Я спорт люблю, так как спорт делает человека крепким, делает человека выносливым. Я пытаюсь отталкиваться ногами, а ноги скользят все. Не смог удержаться, а тут бросил все в воду. Сейчас разочарование. Сильное разочарование. Я был настроен на то, чтобы хотя бы пройду первый этап. Я не боюсь проигрывать, так как это спорт, тут возможно все. Командная работа была отличная, как по мне. Я сделал все, что от меня зависело. Настроен на выигрыш, но не исключаем возможность проигрыша. Мне кажется, наверное, в совокупности должно быть физически подготовленное тело. И если посмотреть на ребят, то они вдвоем готовы. Стартовало второе испытание. Пошла борьба, пошла жара. Ты посмотри, синхронно они практически схватились на одинаковом расстоянии. Напомню, что Барса лидирует 1-0. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сухридин пока, во всяком случае, чуточку увереннее. Платформа, на которой стоят наши герои. Неустойчивая, как я вижу. Так задумано, Леша, чтобы упасть вниз. Очень наш шоу любит падение. Ты представляешь, тебе надо думать о балансе, думать о силе, о сопернике. Кто же воспользуется шансом получить путевку в полуфенал? Ну, смотри, мне кажется, пока ящик ближе к Зухридину. Давай! Не может он. Живо. Да, ему тяжело. Он же ребенок. Молодцы! 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 Все, Рамалдана покидают силы. Играет музыка. У многих силой не равна. Он ребенок. Да. Отмечательно. Посмотрим, смогут ли ответить хоть чем-то мустанки в следующем испытании. По выражению лица Армалдана, понятно, что он очень расстроен. Он очень хотел принести своей команде заветный элемент. Армалдан, ты тоже супер. Молодец. Когда ты понимаешь, что ты сделал все, на что был способен, то, наверное, как-то проще воспринимается поражение. Мои руки как будто застыли под форму каната. Я тянул как мог. Я и телом своим тянула. Меня начали неметь руки. Соперника поздравляю. Они заслуживают это абсолютно. Я схватил канат и начал его тянуть на себя. Груст был очень тяжелым. Я с трудом мог его сдвинуть в свою сторону. Это было очень непросто. Но я собрал все свои силы и совершил невозможное. Только благодаря этому мы одержали победу. Субтитры создавал DimaTorzok Торговая сеть Евроопт восхищается участниками шоу-герои и гордится всеми своими покупателями. Ежедневно в магазинах Евроопт хит-игрошек совершается более 1 миллиона покупок. Шоу-герои Продолжается борьба за место в полуфинале. Поединки становятся все более жесткими и опасными. Кому же повезет на этот раз? Проверим это в следующем испытании, где нужно двигаться быстрее ветра, чтобы схватить победу. Поможет ли барсам их цепкая хватка? Рукоходы! Находясь на высоте 3 метров, участники должны перейти на противоположную сторону, удерживаясь за подвесные кольца. Преодолев расстояние, соперникам необходимо забрать ключи от клетки с элементом. Тот, кто первым ее откроет, приблизит свою команду к главной победе. Сырьян является призером Олимпиады в своей стране по логике. Одина чемпионка Азии и Узбекистана по армрестлингу. В армрестлинге не только сильные руки, это сильная спина, они очень классно закачивают плечи. Насколько это ей поможет в этом испытании? На этом этапе будет участвовать Одина. У меня сильная рука, очень сильная рука. Удачи, Одина, удачи! В этом этапе у нас будет участвовать Сария. Честно говоря, я за нее очень беспокоюсь. Но она сама сказала, я хочу перебороться. Желаю вам удачи! Меня зовут Ария Талоплэ. Мне 14 лет. Я учусь в Бакинском европейском лицее. Я отличница. Для меня очень важно учиться хорошо. Я заняла третье место по Олимпиаде по логике в стране. Я могу гордиться этим. Я бы хотела встретиться с Альбертом Эйнштейном и задать множество вопросов на различные темы науки. Потому что у него был очень интересный взгляд и вообще подход к жизни. Я приехала сюда, чтобы показать себя с другой стороны. Чтобы мама, семья, друзья, родственники могли гордиться мной. Спортом я занималась в основном в детстве. Но сейчас из-за большого количества учебы я не занимаюсь спортом. Но я готовилась. Делала различные физические упражнения дома, на улице. Я не исключаю того, что может быть проигрыш. Но я надеюсь на то, что мы выиграем. Меня зовут Адина Турсунбоева. Мне 17 лет. Я занимаюсь таким видом спорта, как армрестлинг. Уже являюсь трехкратной чемпионкой Узбекистана, чемпионкой Азии, а также выступала на чемпионате мира. Я немного волнуюсь и испытываю небольшую неуверенность. Конечно же, обидно. Она первый раз бросила шар в мою клетку. А на второй раунд у меня не хватило сил. Поэтому я и проиграла. Я готова ко всем трудностям. И в чем бы они ни заключались, я справлюсь с ними и буду на вершине. Логика или армрестлинг? Здесь все-таки важна очень и скорость, и выносливость. Нужно как-то продумать, как это обойти свою соперницу, чтобы перелезть на противоположную сторону. Давай вперед. Одина. Одина против Сари. Да, Леш, сейчас будет жарко. Ты посмотри, как Одина лихо начала преодолевать. Молодец, молодцы. Армрестлинг дает у себя знать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего, ничего, ничего. Я ей сказала, ничего. Один остается только сейчас закончить это испытание, и победа уже 100% у нее в кармане. Не торопись, не торопись. Она упала. Уже все. Но мы видим уже, силы покидают спортсменку из Узбекистана. Она старается, она, конечно, держится. Та самая выносливость, которая должна принести победу в этом испытании Узбекистану. Тем временем, судя по всему, у нас первая травма. На ноги упала? Да, на ноги упала. Буквально несколько сантиметров. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вау. Браво. 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 Есть, есть, есть. Но это еще не все. Теперь осталось собраться силами и закончить это испытание, пройти вторую половину этой непростой дистанции. Как же тяжело Адине было и так заканчивать первый отрезок. К сожалению, Адина соревнуется теперь только с собой. А это самая сложная битва, которая только может быть. Давай, 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 давай. Чуть-чуть остается. Я вижу, как пальчики просто расслабляются. Тяжелейшее испытание. Тяжелейшее, Леша, тяжелейшее. Ну, мало осталось. Не, она дойдет, дойдет. Дойдет, да. У нее руки сильные. Я тебе уже говорила, я до испытания пробовала. Чтоб тебе не собрать, я прошла, наверное, две балочки. И на этом все. Хорош. Молодцы. Давай. Еще чуть-чуть. Второе дыхание открылось у Адины. Кажется, да. Давай. 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 Один. 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 Давай. 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 Это финиш. Молодец. Молодец. Есть. Элемент в руках Адине. Это было великолепно. Барсик. 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 Сейчас меня переполняют эмоции, и я немного волнуюсь. У меня не было какой-либо конкретной стратегии, но я чувствовала в себе силу и благодаря ей одержала победу. Знаешь, я переживаю за Сарею. Было падение, и неправильно она сгруппировалась, и, судя по всему, травмирована. У меня эта рука соскальзнула с кольца, и я не рассчитывала на то, что я сейчас спаду, и поэтому нога под меня. Я думаю, сейчас минут пять, и нормально. Сейчас уже разошлась почти. Ой, как непросто будет в следующем финальном испытании нашего шоу команде из Азербайджана. Наше шоу непредсказуемое, и лично я в предвкушении следующего испытания. Ты отлично смотрелась. Ничего. Ничего, все хорошо. Я так испугалась из-за тебя. Озбекиста, 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 Озбекиста. Все. Молодец. Давай, ну что? Адреналин блокирует чувство страха и заставляет забыть об опасности. Каждому в таких условиях нужна защита и поддержка. За нее отвечает генеральный партнер проекта шоу-герои. У всех участников есть страховой полис от компании «Белгострах». Это шоу-герои. Игра-реванш. Именно сейчас решится, кто останется в игре, а кто ее покинет навсегда. Команда «Барсов» практически не оставила шансов своим соперникам и забрала все три элемента в предыдущих испытаниях. «Мустанги» остались ни с чем, но их дикая упрямство может еще изменить ход этой игры. «Все решит башня». Это решающее испытание, в котором задействованы все участники команд. Первый участник должен достать из куба с водой ключи и открыть замки на ящике. Их количество зависит от элементов, собранных командой за всю игру. Сняв все замки, участник сможет взять главный ключ и открыть путь следующим игрокам. Им нужно закатить на башню тележку с мешками, после чего один из участников продолжит восхождение вверх, толкая перед собой тяжелую стену. Чтобы забрать победный элемент, ему необходимо подняться на вершину башни. Тот, кто сделает это первым, принесет своей команде победу. Для одной из команд это финальное испытание. Почему? Потому что потом можно будет начать собирать чемоданы и отправляться домой. А кому-то в полуфинал. С улыбочкой и отличным настроением. В отличие от тех, кто будет складывать чемодан. Можно констатировать факт, что в команде Азербайджана что-то пошло не по плану. Потому что травмирован один участник, и это может повлиять на результат. В нашем команде произошла замена. Участник третьего этапа, Сария, повредила ногу. Вместо него выходит Мина. Ну смотри, как Мина улыбается. Она сегодня целый день накапливала силы, поэтому прямо сейчас она выдаст всю мощь. В этом этапе будут участвовать Рамалдан. Рамалдан будет ключи доставать. Мина и Фарид будет подниматься наверх с ящиками. И Фарид будет через трубу проходить. Последний этап это решающий. На первом будет у нас Одина, а на втором будет у нас Хуршит. А на третьем идет за груди. Вперед, дети! Толка победа! Толка победа! Зрители поддерживают и ждут, как и мы, обратного отсчета. А мы очень ждем. Я так люблю вот эту схватку. Толка победа! Как Рамалдан перехватил, да, у Адины. Вот Зина. Давай, 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 давай. Молодец, дальше, дальше, быстро, быстро. Но Адина не стоялась. Да ладно, есть ключ. Есть, Адине, видишь, надо только один ключик. Она его собирает, открывает. А Рамалдан сокращает разрыв. Намного! Ему остается еще один ключ. А, Леша, что происходит? Непредсказуемость. Наоборот, наоборот. Что происходит? Это изюминка нашего шоу. Я не знаю, из-за того, что руки мокрые, она не может открыть. Давай, Рамалдан сделай это красиво. Леша, 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 Леша. Их отделяет друг от друга секунды. Рамалдан смотрит на нее и продолжает. Поднимай, поднимай, Адина. Давай, давай, давай. Пой, пой. Есть! Смотри, смотри, как Рамалдан сокращает отставание. Леша, сейчас будет жаришка. И мы в экоцентре этой борьбы. Ты чувствуешь этот накал? Накал эмоций, спроси, маши, и все. Вперед, вперед. Давай, 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 молодец. Тяжелейший элемент из висания – это труба. Молодец! Он же! Практически, практически взяли главный, последний элемент. Сантиметры остаются. А, еще и заигрывается аудитория. Ну, красавчик! Путевка в полуфинал. У команды «Барсы»! Ну, ладно! Бой! Они прям сильные. Молодец! Молодец! Оооо! Ликует вся арена. Я считаю, Маша, это было заслужено. Насколько сильно Узбекистан хотел попасть в полуфинал. Это чувствовалось. И вот они стали на один шаг ближе к заветному титулу герои. Да мне так хочется развернуться и посмотреть. Да, да. И порадоваться вместе с ними. Мы очень рады, что в этом соревновании победили. Мы будем еще более усердно готовиться. И дай бог, на следующем этапе позже одержим победу. Будем побеждать и высоко поднимать флаг Узбекистана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА они заслужили свои победы мы тоже заслужили свои вот тот самый элемент друзья нас впереди ждут еще победы конечно именуемо поражение но от того интереснее каждое время рождает своих героев игра продолжается